Ну и смотрим, как развивались события во встрече между Тюменью и Рязани. На 25-й минутке матча, во второй 20-й минутке, Кудрин открывает счет после классного паса через борт Миронова. Кудрин с кистей здорово бросил верхний угол над плечом Назарова. Рубин отыгрался на 32-й минуте встречи. Просок от синей линии Федотова отбивает шайбу Большаков, навязывает борьбу на пятачке Сусликов, а Закарлюкин добивает шайбу в пустой угол. 1-1 после 40 минут игрового времени. Ну и обменялись команды заброшенными шайбами в третьем периоде. На 46-й минуте Сергеенко втащил шайбу в зону Рубина. Рубиновцы здесь прижались к своим воротам. Передача назад на защитника Ростислава Орлова. У Орлова, простите, у Ростислава Осипова, конечно, у Ростислава Осипова была масса времени для того, чтобы прицельно бросить без помех. Еще стал 2-1 в пользу гостей. Ну и за 18 секунд до окончания третьего периода Рубин использовал численный перевес. После фаса Семена Иванова Петриков вколотил шайбу в сетку. Вот там, похоже, последнюю передачу делал Зотов. Железнов включает ноги, втаскивает шайбу в зону гостей. Бростой гол! Аня Железнов! Посмотрите, как он ушел от соперников, как от стоячих, и как бросил четко над плечом Большакова в верхний угол. Ну, все блестяще. Железнов исполнил. 3-2. Рубин вырывает победу в этом матче. Конечно, будем любоваться сначала вот этой заброшенной шайбой, как же здесь Железнов убежал. И как четко бросил зрячий. Посмотри, он поднял голову, посмотрел, где вратарь. И над плечом Большакова шайбу отправил. Ну и там Давыдов ведь добежал, потому что Шакуров не мог бросать Давыдова. Он ехал вместе с Давыдовым для того, чтобы не прошла передача на Давыдова. Ну и Железнов блестяще разобрался в этой ситуации.